дорогие друзья доброго времени суток меня зовут гудмен и сегодня мы будем проходить бонусный контент в игре темные измерения давайте глянем ну по традиции в принципе этой серии мы начинаем с того же места где и закончили основную главу и буквально наверное сразу же ну да логично про маму мы в принципе вообще никакую историю не узнали что с ней случилось вообще где она кто такая одри сказала что темное измерение еще не растворилась но почему я ведь прогнал этого огненного негодяя я должна идти к маяку и поговорить с матерью одри она может знать где источник всего этого она еще и живая вау это что-то страшное камень слишком горячий вау это острый у вас бумеран как же тогда его руками ловить интересно насколько мне известно это трос ну вряд ли как-то так поедешь легко думал сейчас какой-то ролик будет а нет одна батарейка пропала энергии темного измерения растопила магическую печать как теперь мне открыть эту дверь видимо часть печати так на этой локации никаких животных я не вижу но я уже уверен что просто пропустил потому что не бывает чтобы в бонусе было коллекционных предметов больше чем в основной главе я такого ни разу не встречал поэтому и здесь я думаю мы такого тоже не встретим а прям в каждой локации встречаются уже ручки стетоскоп дорогая мама я давно не видела вас и очень соскучилась как насчет ужина в воскресенье в нашем любимом ресторане надеюсь папа придет до встречи любимая одри так 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 и может и тут где животное что-то разработчики чуть ли не в каждой локации помещают он их чемодан заперт ну а как же иначе мопа нет и делать нечего чемодан заперт у меня гвоздь зажигалка и записка одри гвоздем не хочет открывать но что же сделать ну не гвозжи ты плавить будешь правда а вот здесь гвозди пригодится кстати первая сцена поиска спички горящая лампа салатница так как здесь лампа салат в салазницу вот как локомотив и 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 так вилка и колпак колпак повара я более чем уверен вот он то есть не полотенчика ничего не надо сложный сундук и кто же это будет а никого просто дорога дальше ну что ж вперед тут я вроде никакого зверька не нахожу одно колесо пропало от кого надо нет просто туннель там ручка надо здесь немножко воды здесь доски не хватает чтобы туда дотянуться ты живая и 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 выглядит неплохо для пепельный дамы так что я думаю все таки она наверное живая скорее живая чем мертвая крылья исчезли так это суда бабочка готово плитка где же они золотые их их еле видно те ваши золотые вау 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 так корабль и кристалл и кристалл там открыли ручка и кристалл 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 запутал запутал все а Да, да. нет где тут сброс я уже запутал запутал здесь все я 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 дальше а тут пусто то есть это должно быть последний вообще значит надо сюда поставить что это за знак зодиака не помню это скорпиона это бог его знает кто это такой осталось поменять местами всего лишь вроде бы всего лишь так как это сделать чтобы не запутаться но вот эти три можно не задействовать видимо вот эти три а да это было сложнее чем обычно так мне нужна бутылка одна банка с краской исчезла валик и факел с краской исчезла валик и факел классик ну и Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а что это за предмет такой? Цветок какой-то или что это за ерунда? Травы какие-то... Так, у нас есть ключик... Так непонятно, что тут можно сделать... Меня еще интересует посмотреть, что тут ли все я сделал... Тут все... Тут все... Да, тут делать нечего... Оп, там не котик сидел... Блин, так кажется, что как будто кто-то... Чья-то мордочка на меня смотрит... Ладно... Собственно, вот и сам маяк... Так... Не только... Собственно... Собственно... Пап Canada Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот она тьма... Одного корабля не хватает... Да уж тут что-то странное... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Раз, два, три... Раз, два, три... Ну, соответственно... Раз они касаться не могут... Здесь тоже будет... Красный цвет... Давайте, в общем, думать... Загадка, конечно... Любопытная... Продолжение следует... 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 вот видите так вот я дошел до такой задачки и вы знаете я не смог решить вот такой вот пазл я уже не помню что это было за головоломка и вы знаете я даже очень долго пытался решить в общем в итоге я не решил я наверное три или четыре дня бился над задачкой потом позвал жену она мне очень любит такие вот цветовые пазлы она решила правильно я проверил правильно но почему-то игра не засчитывалась в общем я очень долго бился кстати друзья я видел бабочку на 2 локации вагонетки так что уже точно я все все эти не соберу поэтому не обижайтесь пожалуйста я как там может быть что проходил обучение мне показали бы и как-то к этому серьезно относился но в общем найти кто предупрежден тот вооружен или как там такая есть интересное выражение но в общем я оказывается не был в курсе и соответственно не смог собрать к сожалению смог собрать все вот этих животных так что имейте ввиду кто будет проходить эту игру сам впоследствии или я не знаю там попытается так надо бабочку раскрывать бабочку надо до черепашку раскрасить шиповник я думаю что не так опять мышка не то так вот нажимается приятнее что-то какой-то я забывчивый стал как дедушка старый какой-то паук раковина так вот я не договорил в общем точнее не до рассказывал решали решали в общем не знали что делать но уже нам не менее принципиально и чем я в общем она решила посмотреть на прохождение нашла где-то прохождение в точности но на нишку по-другому решила как оказалось в точности повторила что написано в прохождении вот в итоге все равно игра не засчиталась ну то есть прохождение пазла не засчиталась я в общем ту головку пропускать не нажимал и общем просто игру не проходил я не помню что это за игра но сто процентов она вот именно в жанре поиск предметов так что друзья иногда вот такие вот ну вот же ромашка ну почему ты не хочешь ничего делать так что друзья иногда вот такие вот бывают неприятные моменты но имейте ввиду так что но у нас на канале слава богу пока что все решалось что что все что я проходил вот будем надеяться что какая ромашка чего мне ромашку боже что со мной как будто три года не играл раковина и улитка где-то слизня какой-то ползает по всей видимости надо ему раковину поднести получится в общем улит очка вот она да был такой кораблик где-то знать бы что тут сделать еще надо так ты двигаешь а ты эти две то есть соседние нет не соседние блин только подбором я уже тут запутал запутал не получится вот здесь будет на так я начинаю понимать как это работает сейчас все сделаем не так ну ка одновременно блин не получится так где-то перекрутить надо один раз сколько мне не хватает 2 хода на мне я перекрутил центральная плохо почти нигде не крутится вот только что здесь блин опять не получится ну ка блин один ход не хватил я все правильно делал вы знаете это сложная задачка на самом деле так тут совпало так ладно блин нет 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 раз вот одновременно чтобы глядить глядя ну как Продолжение следует... Продолжение следует... Блин, ну что я сделал? Я все испортил. Только что один ход мне надо было сделать, если я правильно посчитал. Так, ладно. Слушайте, бред какой-то, блин. Мне не получается сделать за пару ходов. Тут вся сложность в том, что знаки, что были хотя бы одинаковые, можно было бы как-то логически запомнить. Ну, вообще просто запомнить, что за чем идет, и потом их вывести. А здесь получается 5 абсолютно разных. Они по какому-то странному принципу зажигаются. То есть не просто, чтобы они все одинаковые стали, или там какие-то контуры общие. Нет, здесь абсолютно все 5 разных. Они зажигаются в непонятное... Вообще, по какому-то принципу странному, если честно, очень. Я же говорю, в начале там пару ходов надо сделать буквально. Так, инструкция непонятна к чему. Я пока не понимаю к чему. Эх-эх-эх-эх-эх-эх-эх. Так, по-моему, на этой локации я выполнил абсолютно все, и можно отсюда уходить. По-моему, и здесь я все сделал. Пригодится, а че ж нет. Так, амулет. Идем к маяку, и тут начинаем всякую дичь творить. Я не понял, а что вас не устраивает? Идем к маяку, и тут начинаем. Идем к маяку. Порядок правильный еще, да? Страница пропала. Вообще, друзья, вы знаете, я перед вообще началом записи, я очень внимательно почитал форумы русскоязычные, зарубежные. Ну, вообще, могу сказать, что вот здесь, кстати, тот редкий случай, когда я больше согласен с иностранными игроками, чем с нашими вот именно русскоязычными. Потому что большая часть игроков, которые вот именно оценивали игру в 13-м году, в 14-м, когда вышла непосредственно игра, оценивали они ее очень положительно, к моему большому удивлению. Я вначале не поверил своим глазам, но процентов 90 отзывов, что я читал про данный проект, они были положительные. Я не мог понять, почему. Ну, понимаете, с одной стороны, понятно, что в 13-м году выбор был значительно меньше, в том плане, что качественных игрушек было не так много, и, в принципе, тогда были немножко другие стандарты жанра. То есть, к примеру, сцены поиска ценились гораздо выше, чем какие-то хорошие головоломки, к примеру. Сейчас, естественно, немножко другая ситуация, и все как бы полностью да наоборот происходит. Сейчас хорошие головоломки ценятся гораздо выше, чем любые, да что в принципе любые. Никто сейчас и не любит особо эти многочисленные сцены поиска. Я говорю, встречал даже игры вот именно в этот переходный период, там 15-й год, по-моему, он был 14-15 год, когда разработчики стали массово отказываться от большого количества сцен поиска. Я помню, даже выходили игрушки, где абсолютно не было вообще сцены поиска за всю игру. Я до сих пор не могу вспомнить, что это были за проекты, но вот они были, и точно даже не один, их было довольно-таки в принципе много. Вот, игроков все устраивало, то есть и графика, и заковыристые задачки. Хотя вот эти, по сути дела, заковыристые задачки я вижу только в бонусе. Да, там было какие-то такие две, ну, немножко сложнее, чем в принципе большинство загадок в основной главе, но в принципе это все. Сцены поиска так и вообще, на мой взгляд, не очень интересны. Да, кто-то скажет, что мы зажрались в 2018-2019 году. Тут, естественно, у разработчиков и движок другой, много чего прочего интересного есть. И как бы выбор действительно гораздо больше, и стандарты у нас, у играющих выше. Ну, вы знаете, я-то с другой стороны играю не только в эту игру, вот именно 10-го, 11-го, 12-го, 13-го года. Если вспомнить тот же... Тут есть где-то животное, как я понимаю, раз... Нет, я просто не взял. Вот. Тот же фантазмат возьмите, возьмите тот же проклятый отель, который я, в принципе, оценивал так себе посредственно, если честно. Опять цена поиска. Вот. Но там были определенные плюсы, в которых что-то прослеживалось. Но здесь я вот абсолютно не понимаю радости вот именно наших игроков, что они в этой игре нашли. Я только малое количество отзывов нашел, где действительно люди пишут, что игрушка не очень интересная, потому что здесь... Ну, нет ничего такого сверхоригинального, сверхинтересного, чтобы как-то восхищаться вот именно этим проектом. Я тоже вот как бы не хотел, я ничего не могу здесь увидеть. Но вот здесь тот самый редкий случай, когда бонус действительно выглядит интереснее, чем основная глава. Главное, что, по-моему, я все уже сделал, кроме того места. Мне уже абсолютно некуда двигать. У меня только маяк остался, вот этот дым. Я не помню ни одной локации, где что-то еще можно... Вот тут вообще на локации делать нечего было. Ключ от книги. Где-то что-то я пропустил. Ага, задачка. Где-то. 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 Продолжение следует... 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 А на этом у нас все. Всем пока-пока и до новых встреч.